здравствуйте дорогие друзья сегодня на примере вот одной моей мульти еды я хочу рассказать вообще о моих принципах питания которых я придерживаюсь и которые мне помогли без преувеличения легко и просто похудеть на большое количество килограмм я похудела больше чем на 90 килограмм и вот я расскажу о своих принципах во первых вот как я считаю про еду моя мульти еда должна отвечать трем требованиям самым главным для меня это она должна быть вкусной она должна быть простой то есть готовится элементарно и она должна быть питательной и содержательной по количеству витаминов белков жиров углеводов и любых микронутриентов в том числе всяких микроэлементов потому что во первых потому что наша современная еда она очень очень обеднена то есть если мы посмотрим на современные продукты они содержат крайне мало питательных веществ особенно овощи и фрукты все это выращено в китае и даже у нас на на химических удобрениях неоднократно я слышала я с эти совершенно с этим согласна на всевозможные исследования что современное яблоко и совсем не то яблоко которое было еще 200 лет назад то есть витаминов и микроэлементов нем в два раза меньше чем раньше поэтому это во первых во первых во вторых каждый продукт содержит определенный набор белков жиров углеводов и самое главное микроэлементов очень важных витаминов и микроэлементов и когда человек не считается с этим то может получаться такая ситуация кстати я же все себя как говорил задор но все себя все себя и у меня были такие проблемы когда я в давно конечно это было ну допустим 15 лет назад вот я ела блины и блины вот масленица например и я ем блины и блины и блины со сметаной допустим ли с вареньем блинов очень много съел вот огромную тарелку съела блинов а когда через 15 минут уже я опять хочу есть и раньше я это приписывала инсулино-резистентности но всяким подобным вещам пока я не прочитала в но исследование ученых на тему что пока вид организм очень пока организм не получит весь свой набор витаминов белков жиров и микроэлементов который нужен ему для его внутренней стройки потому что даже когда мы спим или когда мы там разговаривать я сейчас снимаю видео а в это время у меня клетки продолжают делиться им нужны строительные материалы как стройка и если не подвезли цемента бетона песка там то рабочие не могут работать то есть они в мозг посылают сигнал что я там наверху нам работать то нечем мозг думает блин как так то ведь я только что вроде что-то она ела нет надо дать сигнал наверное я ошибся и опять подает сигнал голода в организм то есть это происходит примерно так и если вы сразу после вашей еды снова хотите есть это говорит об одном что ваша еда была бедная на микро или обеднена микроэлементами витаминами и поэтому она как бы требует организм требует снова есть есть и есть и поэтому я пришла к выводу что самое рациональное это сделать мульти еду мульти еду которую я и делаю вот моя мульти еда а именно вот это конкретная еда значит во первых она очень вкусная во вторых она готовится пять минут ну пять минут я имею ввиду ваших затрат и примерно 15 минут собственном мультиварке я беру мультиварку мой верный дорогой друг насыпаю в нее 100 грамм коричневого риса 100 грамм булгура это сочетание кстати очень хорошее я вам всем пальцем потыку я вам всем это рекомендую а вот потом я наливаю воду но из расчета один к двум с половиной один к трем все равно это все выкипит на один к трем можно да потом я туда режу курогрудь и ставлю это все включаю на варку когда это проварится ну допустим 20 минут а потому что если курогрудь не замороженная свежая наварится быстро после этого я туда закидываю замороженный красный перец он у меня всегда в морозилке кукурузу про кукурузу сейчас скажу отдельно как я к ней отношусь после этого кабачки я закидываю туда и репчатый лук все это я еще ну примерно это готовится 5 минут потому что овощам не нужно такой срок и приятнее гораздо их есть когда они чуть-чуть пикаунтно похрустывают то есть это гораздо удобнее к я отношусь у меня калорийности я считаю что калорийность это наше все то есть теория калорийности работает я не считаю мое мнение скромным я ненавижу мховыражение потому что не побоюсь этого слова но вот то что касается вот и диетологии продуктов за мои 50 лет экспериментов я на себе проверила все и как бы мое мнение я считаю весомым ну так скажем сумма нельзя верить этой калорийности которая указана на продуктах в магазине то есть у кукурузы да у нее указан допустим ну вот такая калорийность на самом деле усваивается только половина то есть половина из этого усваивается и это глупо учитывать кукурузу или фасоль что-то типа того по полной калорийности но потому что это просто глупо а вот поэтому я активно кукурузу использую как средство для перистальтики как источник богатый клетчатки но и заодно витаминов и микроэлементов обязательно я добавляю специи специи это наше все то есть специи какие специи я использую я использую ну хмели сунели я использую вот какие-то перцы но кому что нравится короче кому что нравится иногда использую карри но тоже по настроению у меня настроение есть карри использовать то карри я использую так еще что хотел сказать поскольку если вы смотрели мое первое видео то на первое место в удачном похудении на самое первое место я ставлю комфорт потому что похудение повторюсь это путь долгий это путь длинный правильное похудение это путь очень длинный он путь как сказать не быстрый и поэтому нам вам надо настраиваться на длительную дорогу то есть эта дорога длинная как как будто бы вы садитесь в поезд москва владивосток вам предстоит 7 суток ехать вы конечно можете взять сидячий вагон и без питания и ехать эти 7 суток в аду а вы можете взять вагоны св ну если у вас позволяют средства вагоны св заготовить продукты с собой взять компьютер то есть подготовиться с комфортом комфорт на первом месте потому что похудение это смотря у кого какой вес если вес большой сопоставим с моим все-таки мой вес изначально был 170 килограмм это путь не на год это я бы даже сказал на полтора два года путь то есть надо с этим смириться и настроиться на комфорт то есть чтобы каждый день вашего похудения он был прекрасный он был вам удобный и он вам нравился то есть вот примерно так вы должны настроиться и поэтому вкусная еда это наше все тоже наше все и вот эта еда кстати обязательно в обязательном порядке всегда всегда я добавляю в еду сахар но не сахар сейчас конечно когда я на диете какой-нибудь полезный сахарозаменитель тип сукралоза или стевиозита но что-то типа так атаковым может и ретрол даже но скорее я кладу большей частью полезные сахарозаменители которые полезны и я потому что сладкий вкус он обязательно должен присутствовать во-первых это очень важно для насыщения чтобы человек насытился чтобы у него поступил в мозг сигнал об удовлетворении кайфе полном он должен получить и горький и вяжущий соленый вкус и хруст вот хруст многие упускают а это очень важно я потом следующих видео расскажу о том как я хруст добивалась этого хруста от разных продуктов потому что это очень важно вот казалось бы ну да и вкусность вкус вкусная еда это очень важно вот просто очень важно поэтому меня здесь и сахар и соль и к соли и отношусь очень хорошо и эти все тупые страшилки про соль то есть я слушаю меня просто волосы дыбом встают потому что весь наш организм в крови везде нужна соль как электролит то есть если полностью соль исключить человек просто умрет вот просто умрет умрет просто без соли человек жить не может но согласно диете малышева на которой она деньги зарабатывает он конечно может продержаться именно тот срок который она заявил он там месяц и действительно у него похудение будет действительно большое за этот месяц но дальше это невозможно то есть выйдет из человека вода да выйдет да вода выйдет да можно похудеть на килограмм на восемь даже без соли вся вода выйдет кожа будет сухая и сморщенная кровь сгустится да это можно так эксперименты можно проводить я проводила на себе все эксперименты о чем я тоже буду рассказывать вообще все диеты все эксперименты но я считаю что на нее я считаю а результат самый удачный большой хороший результат минус 94 килограмма устойчивая не набираю вес назад нет нет не набираю больше то есть я как бы у меня бывают небольшие как пальцы кривой какой небольшие наборы бывают но они не судьбоносные мне очень легко подправить этот вес а вот а поэтому я знаю о чем говорю и конечно еще не могу не сказать о большом объеме еды сейчас я сдвину камеру значит вот я хочу вам показать вот сейчас я положу какой объем еды вот как раз у меня время еды то есть я сейчас покажу это мультивара чай ложка все ее знают то есть какой объем еды у меня должно быть не меньше 500 граммов не меньше вот то есть это вот так я уже знаю у меня голосал масса и я уже знаю я люблю я есть ложечками ложка красивая это очень важно очень очень важно и поэтому музыка ложечка чудесная какая форма она такая ни вашим не нашим небольшая и не маленькая такая очень хорошая ложечка и она мне очень нравится то есть я такой ложкой есть люблю и есть приятное получаешь тот же самый комфорт, то же самое удовольствие. И вот что я хочу сказать. Если... Вот этот совет, он дурацкий для человека с большим весом. Если у человека доелся до большого веса, как я, то есть до примерно... Ну, может не 170, как я, ну, может 150, там 130. У него, значит, желудок очень сильно растянут. Ну, то есть это очевидно совершенно. И маленькие порции еды, они будут... Они не дадут сытости. Вообще никакой сытости они не дадут. Вообще не дадут сытости. И человек все время будет хотеть есть. Вот он съел там 200, 180 грамм, 200, как рекомендуют. Там ладошка. Вот, например, у меня ладошки маленькие. Ладошечка. Съел, он будет опять есть хотеть. Постоянно. Он будет думать весь день только о еде. О чем ему еще думать? Только о еде. Я хочу есть. Когда... Сколько минут осталось до следующего приема еды. И в организме все время будет выделяться инсулин. Но это же очевидно. То есть если постоянно есть без перерыва практически целый день. Гораздо лучше. Есть 3 раза в день. С большими перерывами. Ну, как большие. С нормальными перерывами. Допустим, 3 часа. 3,5. Это нормальный перерыв. Кстати, был такой перерыв всегда в советские времена. То есть это хороший нормальный перерыв. И вот, значит, когда вы так едите. Вот я так ем. Я ем вот так. То есть 500 грамм. Это минимум. Причем, заметьте, это не вода какая-нибудь там. То есть плотность еды большая. Насыщение огромное. И вот когда я съедаю такую лохань, не побоюсь этого слова. Я, у меня организм полностью удовлетворен. Моя мультиеда. Я кладу ингредиентов. Чем больше, тем лучше. То есть если бы у меня еще были какие-то ингредиенты, я бы еще положила. То есть я вам покажу мой мультисуп. Это нечто. Я кладу все. Потому что каждый дает свое. И даже ученые склоняются к тому, что они не могут в точности сказать, вот какой продукт, какое растение дает что конкретно. Вот прям вот так уж разложить точно. Но они всяк злак на пользу человека. Но они все полезные. Полезные все. И поэтому я стараюсь сделать... То есть я называю свою еду мультиеда. Но это не значит, что она какая-то невкусная или некрасивая. Кстати, я просто не успела еще взять. А сейчас я всегда замораживаю зелень. Всегда. Петрушку, укроп, кинзу. И я когда... Ну просто пока я записываю видео, у меня еда остыла. Я же так есть не буду. Я люблю горячее. Я поставлю в микроволновку, разогрею. А потом сюда насыплю зелень. Зелень я в готовку не кладу, ибо смысла не вижу. Гораздо лучше свежую зелень уже насыпать сюда. В еду готовую. И вот, когда я съедаю такую лоханку, когда я так наедаюсь, красивой ложкой я получаю удовольствие эстетическое, вкусовую гамму. То есть это вот моя еда вся, которую я готовлю. Я очень активно пользуюсь всевозможными специями. Я потом расскажу, какие специи я на Айхербе заказываю и какими пользуюсь постоянно. Они так украшают еду. И каждое блюдо, даже из определенных продуктов, я питаюсь просто при наличии и отсутствии денежных средств. То есть я пенсионерка. И этим все сказано. Поэтому я питаюсь обычным набором продуктов. У меня практически он одинаковый. Но благодаря моим чудо-специям я все время придаю вкус, разный вкус вот этим всем простым блюдам. И вот когда я съедаю вот такой огонь, не поднимешь, какая тяжелая. Наверное, побольше я положила, потому что без весов. Обычно-то я на весах, это я для видео, так, для видео. А обычно я на весы, конечно, ставлю. Весы тоже наши все. И на весах, то есть это побольше будет, чем 500 грамм 600. Но я смотрю по калорийности. Если я в нее пролезаю, то 600 пойдет. А почему нет? Кстати, калорийность вот этого блюда, ну я все просчитываю, естественно, 82 калории. Все, что меньше 100 калорий, официально не только мной, но и всеми считается низкокалорийным. То есть это та еда, которую вы можете есть. Здесь есть масло. Причем кокосовое, я на нем жарила, ну не жарила, конечно, это сильно сказано, а тушу иногда курицу или просто кладу. То есть здесь кокосовое масло есть. Вот на полную мультиварку у меня было 20 грамм масла кокосового. Кокосовое масло придает неповторимый аромат и китайскость блюдам. То есть некую восточную ноту. Мне это нравится для разнообразия. Не все же одинаковое масло лить. То есть я пользуюсь маслами налево-направо разными, чтобы разнообразить свой рацион. И когда я съедаю вот эту огромную порцию, во-первых, я ее ем долго, я ее наслаждаюсь. Она нереально вкусная из-за специи, из-за всего. Из-за соли и сахара вот этого баланса чудесной ложкой. И я получаю огромное удовлетворение. И после этого я спокойно 3,5 часа есть не хочу. Потому что о чем мне хотите есть, когда организм получил все. И кстати, 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 это вот для меня лично это сигнал. Я очень легко, перейдя на свое питание, разработанное мной, подобранное, я очень легко не ем после 5. Вообще легко. У меня никогда такого не было, чтобы я сидела после 5 или там 6, 8, 10 вечера у холодильника и тоскливо в него смотрела. Если организм получает все витамины, микроэлементы, белки, жиры, углеводы, баланс весь с утра в обед и на ужин, он никогда не будет у вас требовать в ночи давай, давай, у меня есть давай. Раньше, в прошлой жизни, когда я весила 170 килограмм, была унылая и несчастная, я вообще, то есть у меня были срывы, ну как у всех, я думаю, мой случай он типичный, абсолютно типичный случай, то есть на типичнейший. И когда я целый день голодала, пропускала завтрак, чтобы сильнее похудеть, когда у меня к обеду был волчий голод, вот нереальный был голод в обед, и когда в ужин я ела там какую-то дрянь низкокалорийную, ну как советовали, без соли, я помню, отварная говядина и яйцо, это жрать вообще было невозможно, это я не могла эту говядину, вываренную без соли проглотить, она у меня в глотку не лезла, несмотря на голод, то есть это были, это были годы ужаса, годы мракобисия, я там сказала. Вот, конечно, просвещение, это да, просвещение духа, это наше все. А то ли дело теперь, когда я вот получаю все это, я вас уверяю, если вы дадите организму до, до, до четырех, до пяти, до шести, ну до шести максимум, все то, что ему положено получить, да, у вас никогда, никогда не будет волчьего голода и вы не побежите ночью есть из холодильника, ну, как сказать, это, крадучись, прокрадываться на кухню и есть из холодильника, то есть я вас уверяю. Поэтому вот это пойду, однако я поем, потому что есть-то охота. Вот, я рассказала первый этап о своей мульти-еде, расскажу о моем мульти-супе, о моих десертах, то есть буду снимать такие видео регулярно.